Первыми в трехдневном турнире по хоккею с шайбой скрестили клюшки команды «Метеор» и «ВТБ». Хоккеисты вышли на обновленную ледовую арену в преддверии сезона в спортивном комплексе. Прошла масштабная реконструкция, отличный свет, качество льда, оформление и комфортные раздевалки. Все это смогли оценить участники соревнований под названием «Кубок вызова». В этот раз вызов приняли шесть команд. Помимо «Метеора» и «ВТБ» в турнире сразились игроки «Газпромэкспорта», «Газпромбанка», команда «Тигры» и чемпион прошлого года клуб «Спортима». Каждая команда готовит маленькие так называемые сюрпризы. У кого-то будут известные хоккеисты, у кого-то просто действующие или из бывших. Я знаю, что по регламенту в каждой пятерке один человек любитель. Остальные все же больше относятся к профессиональному спорту. Гости турнира томились в ожидании, чем закончится первая хоккейная схватка. «Метеор», следуя своему названию, стремительно и четко атаковал ворота соперника. Две шайбы хоккеисты забросили ворота ВТБ в первом периоде. Третья полетела точно в цель во втором отрезке встречи. Хоккеисты ВТБ попытались отыграться результативной атакой, но она так и осталась одинокой единицей на табло. В третьем периоде «Метеор» закрепил успех четвертой заброшенной шайбой. А затем участников состязания приветствовал глава Одинцовского района Андрей Иванов и двукратный олимпийский чемпион, легенда отечественного хоккея Борис Михайлов. Кубок вызова – это второй по значимости кубок, как кубок Гагария, только это на любительском уровне. А дети, которые приходят смотреть, смотрите, как играют более старшие товарищи и занимайтесь хоккеем. Кубок вызова в Одинцово – это не просто встреча вип-команд. Старых друзей политической, спортивной и бизнес-элиты – это еще и праздник спорта. А для тех ребят, которые мечтают о хоккее и приходят посмотреть на игру высокого уровня. Перед центральной трибуной расположен главный трофей состязания – тот самый кубок, за который борются шесть команд, участниц любительского турнира. На кубке установлены названия «Команд-победительниц». В 2016-м ею стала «Спортима». На льду неизменный капитан действующего чемпиона. Командой «Спортима» Михаил Мишустин. Хоккеистам предстоит не просто доказать право быть первыми, но и закрепить успех прошлого года. Соперник – неуловимый «Метеор», который также становился обладателем Кубка вызова. Как вы думаете, как сложится этот турнир для «Метеора» в 2017-м? Я надеюсь, что на положительный, я думаю, будут бороться за первое место. Прогнозы делал неблагодарное, вы же знаете, но будем стараться выиграть. Тяжело, конечно, защищать будет титул, но команда вся хорошая. Мы, как всегда, будем стремиться только к первому месту. «Метеор» открывает счет, но «Спортима» не отступает. Выровнять позиции команде удается лишь к середине встречи. Все решают булиты, по итогам которых «Спортима» одерживает первую победу в турнире. Непредсказуемость спорта или ирония судьбы, но именно в финале «Спортима» и «Метеор» сходятся в борьбе за кубок. Действующему чемпиону удается вырваться вперед. И в третьем периоде при счете 2-1 в пользу «Спортимы» завязывается нешуточная борьба. Соперники попеременно атакуют ворота друг друга, но «Метеор» так и не удается отыграться. Финальный гудок и победители ликуют. «Спортима» вновь доказала свое право быть первой. «Последняя игра была такой неоднозначной, да, скажем прямо?» «Ну, это финал. Финалов легких не бывает, поэтому хорошо, что выиграли». Золотая награда турнира досталась и главе Одинцовского района Андрею Иванову. Это уже второй победный трофей Кубка вызова в копилке руководителя. Как признался глава, травма не позволила выйти на лед в этот раз. Но в следующем году грипп-хоккеисты вновь скрестят клюшки в ледовом дворце города Одинцова. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова